Друзья, вот хочу поделиться дневником жизни. Татьяна, моя чудесная ученица, которая сейчас пребывает в йога-ретрите, встала ранним утром на рассвете и уже заполняет дневник Эко-жизни. Танюша, скажи, поделись, пожалуйста, осознаниями и тем, что ты зафиксировала в этом дневнике. Наверное, свои желания? Да, я записала вчерашний день, потому что вчера я еще не успела этого сделать, и это сделаю с удовольствием сегодня. То есть мои цели здесь были, ну, мы знаем, что у нас есть физические цели, это бизнес, план, если у тебя есть проблемы, расписание, строго следовать ему. Эмоциональные цели – это любить себя, вернуться к себе. Наслаждаться жизнью. Наслаждаться жизнью. Я ставила эти цели также, и духовные цели – это развитие. Таким образом, я проанализировала вчерашний день по этим трем целям, и довольна, достаточно довольна, потому что… А что именно тебе уже удалось достичь? Ну, вчера, во-первых, я начну, наверное, с практики, давай так, проснулась утром, и, предвкушая практику, была рада этому. И мы имели совершенно чудесную интегральную йогу, танцы интегральные, то есть это наши йони энергии, это наша хардчакра нахата, то есть мы проработали все чакры, и это наше физическое тело, эмоциональное тело, ментальное тело, духовное тело. И связь с этим телом, с этими телами, то есть мы это сделаем. То есть иметь контакт со всеми чакрами, со своим божественным телом тебе доставляет теперь колоссальное удовольствие, правильно? Безусловно, и возможность иметь, потому что что у нас происходит дома? Я говорю, я говорю, да, утром я встану, я это сделаю, и я себе наметила в плане, так, у меня утром интегральная йога, я встала, сделала себе чай. Кстати, сейчас, ребята, наши подписчики, я пила чай с лимоном, это… Прекрасно антипаразитарный. И очищающий, который заводит твой метаболизм, очищает твое тело. А расскажи о своем результате, тебе даже удалось избавиться от такого недуга, как аллергия. Аллергия и колеса. Причем за один день, представляете? Девочки, не поверите, но вот лицо, лицо на лицо, неоживает, без отеков, без проблем. Да, все проходит, и совокупность работы с телом, сознанием и духом дает такой результат. Хорошо, родная, в итоге результат у нас ушла аллергия, у нас тайм-менеджмент, у нас удовольствие от практики. Что-то еще пришло тебе? Да, еще очень большое осознание, вот сейчас я записываю, я поняла, мы вчера на эту тему говорили. То есть вчера мы пошли в горы, во-первых, смена направления. То есть мы приняли одно решение с утра пойти по горам в нашей местности, но оказалось холодно, облачно и дождь. И мы могли бы сказать, что мы все равно пойдем, мы будем идти через эти трудности, не получив удовольствия и, в принципе, мало позитива. Но мы сказали, а почему бы нам не изменить направление? Почему бы нам не поехать в Седону? Ну, пусть 40 минут, но 40 минут не меняет твой конечный результат. Но, изменив направление, мы получили солнце, радость, эмоции. Мы пошли на горбу. Следующий момент был очень интересный. Первый, я хочу подвести итог. То есть мы тучи развели руками за счет позитивного сознания и силы воли. Формирование силы воли, намерение, что не погода негативная, а у меня плохая одежда, либо не соответствующие сознания. И мы, структурировав наше намерение, волю, создали позитивный посыл и руками развели тучи. Хорошо. Что же еще? Абсолютно верно. Теперь момент очень тоже интересный. Мы пошли на горбу, мы там занимались медитациями, мы занимались практиками телесными. Мы делали цигун, мы делали йогу, мы беседовали. Да, да, да. И вкушали, наслаждались праной и вот этой красотой. Но, какие выводы я сделала оттуда, девочки? Первое, это время. У нас было достаточно время, как бы, прикоснуться к этой красоте. Ощупить эту красоту и наполниться. Что часто у нас бывает? Мы идем... Спешка. Спешка. Музеи, красивые места. И мы так, план, за час пройти пять мест. И мы бежим, проходим, мы не прикоснемся к энергии. Здесь мы соединяемся с природой. Не наполнимся, да. То есть, было прям время perfect, perfect, вот все эти планы прожить и ощутить. Очень интересный момент следующий. Кстати, у нас здесь сидит наша Леночка. И вот сейчас я анализирую эту ситуацию. Я прям говорю, Ленина ситуация. Значит, пошли на гору. Одна девочка говорит, я не пойду, я останусь внизу, потому что мне некомфортно идти высоко. Две девочки, другие остались на середине горы, потому что они так же... Вы сказали, мы хотим медитировать. Мы хотим медитировать, и нам некомфортно идти выше. Две девочки пошли выше. И получили наслаждение, забравшись в вершину. То есть, девочки, отсюда вывод. У каждого свое пространство. Что мы, да, мы как команда, мы как бы выполняем одну задачу. Но мы экологичные люди, понимаете? И мы должны проживать в экологичном своем пространстве. Поэтому, не навязывая свою экологию другому, но при этом соблюдая экологию свою, понимаете, каждый прожил экологично это время, позитивно для себя, получив огромные эмоции, каждый на своем уровне. И поэтому мы пришли вместе потом в конечную точку, и мы получили наслаждение и все позитивные эмоции, эмоциональные, физические, ментальные, все, что мы хотели. Отсюда большой вывод. Не только можно разобрать эту ситуацию для всех остальных. Например, ситуация. Тебя не понимают твои близкие. Твое развитие не понимают твои близкие. То есть, в этой ситуации получается так, что ты идешь на гору в твоем развитии, но твои близкие остаются у вершины горы. Они также тебя любят. Они также хороши в своем экологичном пространстве. Действительно, оставь их в покое. Потом, оставь их в покое, да. Но ты всегда можешь к ним спуститься, провести с ними время. Они будут тебе рады. Это не значит, что если они не поднимаются на гору, то они плохие. Да, Аня, абсолютно точно. Это значит, что если они не поднимаются на гору, то они не экологичны. Поскольку очень многие мои ученицы говорят, а что, если я переросла своих родителей, они меня тянут как будто бы к подножью. Я говорю, так идите наверх. А когда нужно, вы спуститесь, либо пошлете и по СВС. Конечно, потому что это ваша экология идти вверх, их экология стоять внизу. Они же тебя не держат за ноги, не говорят. Ну, иногда если держат, то нужно объяснить, что... Объяснить и пойти. Да, что вам хорошо именно там. То есть вот эту ситуацию вчерашнюю можно положить на любую жизненную ситуацию. Определенно. Например, ситуация тебя, родителей, ситуация тебя и мужа, ситуация тебя и твоих друзей, например. Это не значит, что ты говоришь, ой, я такой высокий, я такой красивый, я там на горе, а ты там в середине горы или на подножии, неважно, на каком-то пути. И ты там остановился, но я теперь не могу с тобой дружить, почему? Как же я такой чистый, красивый, ребята? Нет. Каждый имеет свое пространство, свои границы, свою экологию. И если этот человек здесь счастлив, и он действительно проживает свою жизнь в этом пространстве, вот, трули, вот, искренно, через свое сердце, он, то есть, а ты там, это не значит, что мы не контактируем. Мы встречаемся вместе где-то, так скажем, вместе встреч, и наслаждаемся друг другом. И любим друг друга, продолжаем любить друг друга, и это жизнь. Друзья, вот это и есть просветленное сознание, всеобъемлющее сознание, когда мы все вместе, все разные, и каждый в своей экологии уважает экологию ближнего, да, созидает и любит, и не мешает. Да, может помочь, может предложить этот путь, пойдем вместе, но если человек не готов, что мы будем делать? Умница, вот так вот пишет свои трактаты, Танюшка, отличница была в школе и продолжает быть отличницей на тренинге, молодчина. Увидимся на практике, пока-пока.